Здесь, в тихой долине Тамар, в графстве Девон, когда-то был оживлённый речной порт. В те времена на земле работали фермеры, снабжавшие растущие города Британии свежей сельхозпродукцией. Нарциссы в Лондон. А под землёй – шахтёры, добывавшие медь и ценные минералы. Взрываем! В современном Моруэлл Хэмки археологи Алекс Лэнглэнс и Питер Гин, а также историк Руф Гудман, в течение года будут жить как крестьяне Эдвардианской эпохи. Посмотрите на них! Они такие милые! Им предстоит овладеть множеством сельских ремёсел, которыми когда-то славился Девон. Мы что-то поймали! Хорошее! В прошлом месяце наши герои попробовали сделать молочный продукт, которым славится Девон. Совершенно иной вкус, правда? Нам нравится! Засеяли поле новой культурой. И заработали, попробовав себя в развивающемся в долине туристическом бизнесе. Гиб-гиб! Ура! Наступил июнь. Время, когда фермеры обычно отправляли своих овец на летние пастбища в Дартмур. Сюда! Пошли! Пошли! Где нашим героям предстоит осмотреть древние ландшафты. В такой денёк, как сегодня, это мечта, а не работа. Им также предстоит научиться зарабатывать на производстве некогда знаменитой Девонской шерсти. Тут никаких нервов не хватит. А в выходные к ним приедут старые друзья. Да вот они! Невероятно! Да уж, вы умеете появиться с помпой! Эдвардианская ферма. В долину Тамар пришло лето. А это означает, что у фермеров появляются новые дела. В июне можно было заработать на продаже шерсти, одной из традиционных отраслей сельского хозяйства Девона. Но также в это время фермерам приходилось успевать запасать корм для скота, пока стояла сухая погода. Эта хорошая, сочная трава обязательно пошла бы на сено. Но в этом году мы решили сделать кое-что новое. Для Эдвардианской эпохи нечто радикально новое. Расширяя применение достижений науки в сельском хозяйстве, государство рекомендовало фермерам того времени применять силосование – консервирование травы без доступа кислорода. Таким образом, трава оставалась сочной и сохраняла питательные свойства. Силос всегда ассоциируется с современными способами хозяйствования – обернутые полиэтиленом тюки на полях, упаковки силоса на фермах. Но на самом деле, как здесь написано, силосование впервые начало широко применяться в 1888 году. Так что в Эдвардианскую эпоху Министерство сельского и рыбного хозяйства активно занималось рекламированием силосования, ведь оно давало возможность всю зиму кормить скот питательной, свежей пищей. Чтобы заготовить силы, с нашим героем нужно собрать всю скошенную траву, прежде чем она начнет сохнуть. Никогда не думал, что придется работать в поле в июне, для того, чтобы не дать траве превратиться в сено. Так, отлично! Великолепно! Чудный зеленый цвет и запах свежескошенной травы. Этот запах – признак ферментации, так? Это как раз то, что нужно. Чтобы законсервировать свежую траву, Алекс и Питер должны построить что-то вроде воздухонепроницаемого контейнера, попросту силосную кучу. Если оставить этот органический материал, траву, на открытом воздухе, она сразу начинает гнить. Вся идея состоит в том, чтобы предотвратить доступ кислорода. Предназначение этих соломенных циновок – не дать земле, которой мы запечатаем кучу, сыпаться на траву. Ведь если это случится, то внутри кучи возникнут отличные условия для размножения бактерий, вызывающих листериоз. Но мы используем циновки. Вот и крыша. Ну как? Я доволен. Быстро справились. Быстро, это точно. А вот с землей теперь придется повозиться. Да уж. Чтобы закрыть доступ кислорода к траве, Алексу и Питеру придется накрыть кучу землей. В запечатанном виде силос сохранит питательные свойства в течение нескольких лет. Вот и все. Земля насыпана, кислород не проходит. Силос готов. Да, этого овцам и коровам хватит на всю зиму. Одной проблемы меньше. Я доволен. Климат в долине Тамар мягкий, и это для наших героев-фермеров Эдвардианской эпохи большой плюс. Овес и картофель быстро растут, обещая отличные урожаи. Превосходный будет урожай. Но теплая погода не лучшим образом подходит для овец. С восходом солнца появляются тучи мух. Да, овцам особенно докучают мясные мухи. Они откладывают яйца в заднем проходе овцы, а личинки могут начать есть плоть животного. Это не только наносит ущерб руну. Животные страдают, перестают есть. Овца может и умереть. Да, в самом худшем случае. Пытаясь избавить животных от мух, Алекс и Питер перевели их на пастбище, находящееся выше остальных земель. Но, пользуясь близостью необозримых вересковых пустошей, фермеры Эдвардианской эпохи обычно отгоняли свои отары в Дартмур. Это же просто невообразимо. Сезонный выпас в Дартмуре. Хорошо бы отправиться туда и испробовать, каково там. Вересковые пустоши, расположенные на высоте более 600 метров над уровнем моря, покрывающие территорию в 953 квадратных километра, разительно контрастируют с зелеными, цветущими долинами Девона. Дартмур – дикое место. Из мшистых торфяных болот поднимаются гранитные пики. Именно ландшафт определил структуру сельского хозяйства в Дартмуре. Когда-то в Дартмуре росли могучие леса. В последние пять тысяч лет крестьяне постепенно преобразовали эти края в пастбище для скота. Для меня Дартмур – это место полной романтики, волшебства. Это же просто уникальный опыт испытать, какова была жизнь дартмурского фермера сотню лет назад. Ты ведь позаботишься о ферме? Ну, конечно. Ежегодное перемещение фермеров-овцеводов означало, что женщинам часто приходилось заботиться о хозяйстве самим. Вот и он. Руф, даже если на картофеле нет никаких признаков паразитов, все равно надо проводить опрыскивание. Вы ведь раньше его не использовали. Нет. Нет, ну, а понимаешь, зачастую на фермах не разделяли работы на мужские и женские. Это способствовало процветанию хозяйства. Будь по-другому, представляете, что случилось бы после начала Первой мировой войны? В Британии пришел бы конец, но этого не произошло, потому что женщинам приходилось изредка делать то, чем занимались мужчины. Они обладали базовыми навыками, так что даже когда мужчины уходили, жизнь продолжалась. Руф готовит для Алекса и Питера дорожные припасы, в частности, печенье и популярный в то время напиток. На английском его называли «махагони». Понадобится цедра и сок одного лимона. Это надо долить ромом и бренди и добавить добрую порцию сахара, так что там, на пустошах, можно плеснуть этого напитка, долить кипятка, и получится отличный горячий пунш. Ну-ка, вкусно! Счастливого пути! Не голодайте! Это же пир! Ладно, через пару дней увидимся. Удачи, Руф! Руф присоединится к Алексу и Питеру через несколько дней. А тебе хочется поскорее добраться до пустоши Питер? Я люблю Дартмур. От Мороэлхэмки до Дартмура всего 8 километров. Ведь мы уже почти дошли? Бутылка с напитком просто притягивает взгляд. Алекс и Питер направляются в нижнюю часть Дартмура к одному традиционному крестьянскому двору, служившему кровом поколением дартмурских фермеров. Вот зачем я пришел в Дартмур. Как же интересно! Невероятно! Настоящая дартмурская ферма! Ого! Какая редкость! Здесь жили многие поколения крестьян. Строения разных эпох во всем разнообразии. Точно, смотри, постройки разных периодов. Там в конце находились стойла. А это, наверное, были жилые помещения. Дымовых труб не видно. А тут хлев. Там даже остался папоротник, смотри. Вероятно, его использовали для подстилок. Взгляни на эти камни вокруг дверного проема. Эта часть стены была построена лет 500 назад. Вот это да! Огромный сидровый пресс. А вот хранилище для яблок. Да, хранилище на верхнем этаже. Ворот, который вращала лошадь. Невероятно! Все выглядит так же, как сто лет назад. И очень много бочонков хорошо выдержанного сидра. В яблочко. Ферма принадлежит Колину Пирсу, фермеру-овцеводу, страстному приверженцу давних традиций Дартмура. Порода этих овец – одна из старейших в Британии. Ясно. Колин разводит овец местной породы Дартмур. Их длинная густая шерсть когда-то имела большое значение для экономики пустошей. В наше время легко забыть, что государство было построено благодаря прибыли, полученной от продажи шерсти. Да, так все и было. Церквям и мостам давали прекрасные названия, например, «Мост на шерсти». Благодаря прибыли от продажи шерсти процветали экономика и культура. И, конечно, именно шерсть давала маленьким фермам возможность платить ренту. День стрижки всегда был особенным, ведь приходилось ждать целый год, пока вырастет эта шерсть. Нам не терпится помочь стричь овец. Возможно, удастся привнести в рутину немного веселья. Под весельем ты подразумеваешь соревнования? Ну да. Ясно. У меня, на удивление, слабые руки, чтобы там не говорили. В общем, я бы не возражал, если бы со мной в паре работал стригаль посильнее. Холин пригласил чемпиона Девона по ручной стрижке овец, Джорджа Маджа, и его сына Эндрю, чтобы обучить Алекса и Питера этому искусству. Это умение передается от отца к сыну. Мой отец был хорошим стригалем, как и его братья. Ясно. И, конечно, Эндрю тоже отлично справляется. Ну, вот она. Стригали эдвардианской эпохи путешествовали с фермы на ферму. Стрижка одной овцы занимала около пяти минут. Надо быть очень осторожным, чтобы не порезать животных. Необходимо точно представлять форму тела овцы. Точно, ведь у стригаля в руках два лезвия по 15 сантиметров каждая. Можно и палец отхватить. Да, палец можно отрезать очень легко. А овцу это не очень травмирует? Совсем нет. Ведь когда стоит жаркая погода, они даже рады избавиться от шерсти. Ясно. И нужно стараться избавиться от шерсти цельным куском. Немного похоже на бритье, надо натягивать кожу. Точно, чтобы лезвие скользило. Ну да. И еще во время стрижки следует, насколько это возможно, избегать порезов кожи. И перестрига шерсти. А много в мире осталось стригалей, работающих ножницами. В странах вроде Южной Африки около 65% овец все еще стригут вручную. Там живут лучшие стригали. И как и все стригали, им платят за количество постриженных овец. Чем больше пострижено, тем выше плата. По всему миру люди одинаковы, никто не хочет быть медленнее других. Вот так. И вот она свободна. Совсем другое животное. Вдвое меньше прежнего, правда? Неузнаваемо, да. Так сколько занимает весь процесс? Пять минут? Приблизительно. А сколько овец вы можете обстричь за день? Умелый стригаль вручную может обстричь примерно 50. Понятно. Думаю, этого вполне достаточно. Я бы осилил не больше пяти. Похоже на парикмахерскую, да? В очередь выстроились. Она так и поглядывает на тебя, Питер. Надо было предложить им почитать журналы. А в долине Руфь должна проследить, чтобы на картофеле не появилась гниль. Так, известь, вода, медный купорос. Руфи нужна бордовская жидкость, фунгицид, разработанный во Франции. Она нашла советы по ее изготовлению в буклетах, изданных государством. История такова. Жил-был французский фермер, который выращивал виноград. Вдоль одной стороны его виноградника пролегала дорога, и люди, ходившие по ней, всегда обрывали виноград. Фермеру это надоело, и он решил, дай-ка я обрызгаю ягоды вдоль дороги чем-нибудь очень противным на вкус, чтобы прохожие не зарились на мой виноград. А поскольку эти ингредиенты оказались у него в наличии, он смешал их и опрыскал раствором виноград. Люди действительно перестали обрывать ягоды. Но в конце сезона он заметил еще кое-что. Ложно-мучнистая роса не затронула именно этот ряд, в отличие от всех других. После страшного картофельного неурожая в Ирландии в середине 19 века, бордовская жидкость произвела революцию в сельском хозяйстве. Довольно многие культуры страдают от различных видов гнили и плесени. Основные это, конечно, фитофтороз картофеля и томатов, которые просто уничтожают урожай. Споры возбудителя переносит ветер. Развитие заболевания происходит в теплую, влажную погоду. И в очень короткие сроки. Так что очень важно предотвратить появление гнили. Бордовская жидкость – это водный раствор известий медного купороса. Руфь обработает картофель полевым опрыскивателем. Ну, начнем отсюда. В общем-то, эту работу вполне можно назвать женской. Она напоминает мне о вальках для стирки. И о ручной маслобойке. Ого! Действительно работает! Поразительно! Интересно, заряд скоро закончится? Простите. Да, отрезай. На ферме в Дартмуре Алекс и Питер стригут овец. Они даже устроили соревнования. Ты что, танцуешь там, Питер? Да. Будешь стричь со мной? Это отдых в выходные? Тут никаких нервов не хватит. Она чувствует, что я нервничаю. Надо уметь управляться с животными. Мне попалась на диво вздорная овца. У тебя очень хорошо получается. И овца спокойно. А это... большой сюрприз. Она не должна бояться. Эй, подожди. Здесь остался небольшой кусок. Вообще-то большой. Все. Готово. Надо бы постучать по дереву. Питеру удалось остричь овцу за 20 минут. Алекс? Что? Как со временем? Подожди минутку. Иначе я в конце что-то упущу. Итак. Она может бежать. Великолепно, Алекс. Очень хорошо вышло. Спасибо, Андрю. Огромное спасибо. Господи, как же это... Выматывает. Искусство стригаля оценивают не только по скорости работы, но и по качеству руна. Я работал быстро, но получилось не очень-то хорошо. Вообще-то, Питер, должно было получиться руно, а не мозаика. Я бы не положил такое перед камином. Думаю, следует уступить место мастерам. Пойдем-ка, принесем еще мешок. Пока Алекс и Питер заняты стрижкой, Руфь делает сыр. Производство сыра могло принести эдвардианскому фермеру неплохой дополнительный доход. Малые производители молока столкнулись в эдвардианскую эпоху с огромными переменами. Веками самые мелкие хозяйства имели возможность изготавливать малые партии продукции, часть продавать, а часть оставлять для себя. Но в тот период малоизвестные сельские сыры практически исчезли. В продаже остались только стандартизированные сыры массового производства. Чтобы помочь молочным хозяйствам производить сыры в соответствии со стандартами, власти издавали буклеты с рецептами. Я хочу приготовить вот этот, последний. Мягкий сыр номер два. Какое изысканное название. Это английский сорт, пользующийся спросом в летние месяцы. Его можно есть уже через день после приготовления. Температура молока должна быть 33-35 градусов Цельсия. Будь у меня термометр, измерить температуру не составило бы труда. Но так как его нет, придется пробовать пальцем. В общем, должно быть немного теплее температура тела. Теплое, но не горячее. Теперь сычужный фермент. Именно он превращает молоко в творог и сыворотку. Нужно тщательно размешать очень небольшое количество фермента в большом чане с молоком. И поэтому перемешивание очень важно для получения необходимой консистенции сыра. Потому что если на этом этапе не сделать все как следует, то сливки поднимутся. И часть сыра получится очень жирной, а часть сухой. Изготовление сыра – процесс очень спокойный. Если суетиться, хорошего сыра не получится. Теперь руфь должна подождать 4 часа, пока творог не отделится от сыворотки. О, уже неплохо загустело. Сейчас надо снять вот этот едва загустевший слой творога. Видите, он как желе. Аккуратно погружаю в массу шумовку и беру творог вот такими большими кусками и кладу прямо в форму. Он как живой. Оставшаяся в твороге жидкость будет стекать из формы в ведра внизу. Он еще осядет. По мере стекания сыворотки творог будет опускаться вниз. Это просто завораживает. В Дартмуре после целого дня нелегкой работы стрижка овец, наконец, завершена. Ну, теперь иди. Это было великолепно. Спасибо огромное, Джордж. Порядок. В качестве вечернего развлечения Колин предложил любимую в западных графствах игру в кегли. Я хотел бы поблагодарить всех за тяжелую работу. Стригалей за их искусство, за то, что Атара всегда обихожена, а также за не зря проведенный день. Будем здоровы. Будем. До дна. Ох, что-то рвется. О, нет! Господи боже, лучше бы я занимался стрижкой. Отлично. Пока Алекс и Питер привыкают к жизни в Дартмуре, в долине Тамар Руфь проснулась пораньше, чтобы проверить, готов ли ее сыр. Нет, 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 только не разваливайся, только не разваливайся. Хороший сыр. Отлично. Нет, не надо, не надо. Это мне за мою нетерпеливость. В приготовлении сыра надо соблюдать аккуратность. Не стоит удивляться, что при первой попытке приготовить сыр по новому рецепту получилось то, что выглядит, я хотела сказать, как груша, но вообще-то это больше похоже на плюху. Сейчас середина июня. В Дартмуре в самом разгаре сезон стрижки овец. В это время фермеры эдвардианской эпохи обычно продавали овечью шерсть и, наконец, получали свои деньги. Шерсть надо отвезти на фабрику, поэтому Руфь приезжает на дартмурскую ферму к Алексу и Питеру. Вот вы где! Нашла! А вот и шерсть. Чудно! А как вьется! Правда, слегка пыльная и немного грязная. Наверное, зима была нелегкой. Может, ее надо выстирать перед тем, как везти на фабрику. Непростая ситуация, правда? Это ведь повлияет на вес. Да. И если смыть весь ланолин, всю эту грязь, да и грязь тоже потеряем в весе. Да, но ведь если оставить шерсть грязной, на фабрике могут снизить цену. Именно. В Эдвардианскую эпоху все обстояло сложнее, и с одного настрига шерсти прибыли было больше. Да уж, в пересчете на каждое руно. Стоило дороже. Да, чем в наши дни. Так что фермеры думали, что ж, сделаем, как велят. Если поблизости от фермы был ручей, прекрасно. О! Я, пожалуй, замочу свою юбку. Смотрите, некоторые куски могут уплыть. Да, точно. Вот один уплывает. А ну-ка, вернись. Куда? Шерсть надо полоскать, как белье. Ну да, обычная стирка. Ого, какой кусок грязи. Нет, это колючка. Должна сказать, в такой денек, как сегодня, это мечта, а не работа. Неудивительно, что овцы так рады избавиться от шерсти. Должно быть, она вызывает сильное раздражение. Да. Не зря они часто ложатся на спину, чтобы как следует почесаться. Точно. Видимо, потому что спина зудит. Чудный дартмурский пейзаж. Бурлящий ручей, спокойствие, безмятежность. Неспешное течение жизни. Я думаю, все это влияет на характер людей. Отлично. Куда теперь? Не знаю. Давай разложим на солнце. Я чувствую себя, как в детстве, на каникулах. Намного выше равнинных пастбищ в Дартмуре раскинулись широкие просторы вересковых пустошей. Местные фермеры традиционно пользуются правом пасти там свой скот. Гони, гони! Поскольку перегонять стада на большие расстояния приходилось довольно часто, владельцы овец полагались на помощь собак. Давайте, давайте! Питеру и Алексу не терпится узнать побольше об этом сотрудничестве людей и собак. Они встретились с дартмурским пастухом Кенни Ватсоном и двумя бордер-коли, Вагом и Роем. Рядом сидеть. А как вы направляете собак налево, направо? Есть определенные команды. Направо это Ра. И это всегда направо от них, не от человека. Всегда. А если хотите, чтобы они пошли влево, ко мне! Ко мне, ко мне, ко мне! И он направляется налево, по кругу. На пустошах важно оглядываться назад. Бывает, что собаки поднялись на холм, а овцы разбрелись, и две-три из них отстали. Остались за собаками, верно? Назад! Вы им сказали, что овцы отстали, и собаки отправились их искать. Да, они думают, что сзади кто-то есть. Хочется увидеть, как вы загоните овец в такой маленький загон. Поле-то огромное. Ну уж постараюсь. Сюда, сюда! Какая точная работа. Да. Работа пастушьей собаки – настоящее искусство, но мы об этом так не думаем. Какая же она упрямая. Точно. Нет. Ну вот, последняя. Сидеть. Сидеть. Великолепно. А здесь есть какие-то секреты? Я думаю, прежде всего нужно быть фермером, уметь обращаться с овцами, дать правильную команду собаке, когда бежать, когда остановиться. А собакам это нравится? Да, они всегда рады поработать. Ясно. Всегда рады. Я бы предпочел одну собаку десятку людей, потому что они знают местность, овец, быстро бегают. Без них мне не справиться. Чистая шерсть готова к отправке на фабрику. Я как-то не ожидала, что сухая шерсть окажется такой тяжелой. Да, она удивительно тяжелая. Видимо, из-за жира, который ее покрывает, да к тому же шерсть, ведь длинноволокнистая. Но это последнее путешествие. А сколько было работы? Ее было немало. Пора получать плату. Плату за дартморское белое золото, драгоценные руна. Обещаю беречь мешки, даю слово. Приглядывайте, чтобы они не вывалились на дорогу. Всего хорошего, Руфь. До встречи. Всего хорошего. Спасибо. Руфь договорилась доставить шерсть Питеру Фишеру на фабрику Колд Харбор. Привет! Привет, Руфь. Рад встрече. Я тоже. Какое чудесное место. Вы легко нас нашли? Да, я ориентировалась по трубе. Ясно. Сейчас фабрика Колд Харбор – работающий музей. Но в начале 19 века она была флагманом девонской шерстяной промышленности. Благодаря ей фирма «Братья Фокс» и компания обрели репутацию мирового экспортера изделий из шерсти, в том числе портянок для вооруженных сил. На этой фабрике производили пряжу для портянок? Портянки были необходимостью в британских войсках. В армиях стран Содружества – всех тех, которые входили в Британскую империю. А позднее их закупала даже Германия. Неужели? Да. Девонскую шерсть продавали по всему миру. Приятный факт. Энергия воды приводила в действие тяжелые машины. На механизированной фабрике из шерсти делали высококачественную пряжу. Итак, Руфь, загружаем вашу шерсть, ну с Богом, чтобы удалить всю оставшуюся грязь и разделить волокна, шерсть пропускают через чесальную машину. Ее просто потихоньку затягивает внутрь. Так. А потом она просто перемещается с валика на валик. И каждый валик расчесывает шерсть все тщательнее. Суть ведь в этом. Правильно. Шерсть разделяется на волокна, становится пышнее и счищается грязь. Я вижу, как она выходит на том конце. Выглядит совсем иначе. И потихоньку опускается в контейнер. Да. Посмотрите, какая разница. Это спутанная и жесткая, а тут расправленная и пушистая. После расчесывания шерсть становится в восемь раз длиннее, чем прежде. Ее протягивает через валики, а проходя через кольцо, она закручивается. И получается толстая пушистая нить, так? Да, это называется толстая ровница. А с этого станка она попадает на следующий? Правильно. Теперь можно начинать прясть. В процессе прядения шерсть скручивают и растягивают, чтобы получить более тонкое волокно. Это толстая пушистая нить с предыдущего станка. Да, ровница наверху, она растягивается между двумя рядами валиков, и, конечно, сейчас закручивается намного сильнее. Я заметила, вращение происходит быстрее. Поразительно, и все ремни и механизмы приводят в движение силы воды, плюс работа лошадей. Все эти ремни, валики, все мерцающие, клацающие шумные штуки. Эти нити уже выпредены, но все еще не годны для изделий, правда? Если немного ослабить натяжение, как видите, нить тут же начинает скручиваться. Чтобы изготовить пряжу, пригодную для вязания, три нити скручиваются в одну накрутильную машину. Они все закручиваются в одну сторону, правильно? А затем пряжа помещается сюда, и закручивается в другую сторону. Именно. В точности похоже на производство веревок. А вот и готовая пряжа. Я ее раскручиваю, и вот можно увидеть три отдельных нити, и каждый из них сворачивается в узелок. Как только их раскрутишь, они начинают путаться, но если отпустить, все в порядке. Мне так нравится все, что связано с текстильным делом. Процессы такие простые и в то же время продуманы, правда? Это ведь основа всего. Нити, веревки, ткань, одежда. Ведь даже висячие мосты строят с использованием этой технологии. Мы на передовой науке. В дни расцвета производства на фабрике Колд Харбор станки обслуживали более сотни человек. Ого! Их рабочие дни были долгими, условия трудоопасными, а заработки минимальными. Но какой же шум! Поработав здесь, можно запросто оглохнуть. А в ткацком цеху еще хуже, там работают 400 станков. Я знаю, что ткачами работали обычно взрослые, но на такой фабрике, как эта, в Эдвардианский период, многое выполняли юные работники, обычно девушки. Да, как правило, девушки. Это от того, что им можно было меньше платить. Зарплаты ниже, они обходились дешевле. Подумать только, что эта работа делала с ними, с их юностью, просто невероятно. Довольно быстро работники становились тугоухими. Да, конечно. Огромное спасибо. Это было невероятно интересно. Просто здорово было увидеть весь процесс превращения руна в пряжу. Да. Все это овцы, трава и солнечный свет. Надеюсь, это поможет лучше понять историю. Деванская шерстяная промышленность не только принесла графству процветание, она еще и изменила его ландшафты. В Дартмуре, где свежей траве приходится пробиваться через дрог и вереск, фермеры расчищали новые пастбища для скота, применяя древний метод. На английском он называется свейлинг. А что это, в общем, за метод? Весьма простой. Сжигается старая растительность, чтобы дать дорогу молодой траве. Понятно. То есть здесь все выжигали. Да, видите, черные обогорелые стебли. Вероятно, здесь рос дрог. Эта традиция существовала всегда. Свой означает урожай, а линг – вереск. Это норманские слова. Должно быть, это название придумал какой-нибудь норман, когда понял, что можно выжить в пустошь, и она расцветет. Несмотря ни на что, крестьянам тысячелетиями удавалось оккультуривать эту изначально суровую местность. Оказавшись в Дартмуре, Алекс, археолог, хочет исследовать эту древнюю местность. Характер местности и геология повлияли на ландшафт. Дартмур тем и интересен. При заселении вересковых пустошей эти камни были весьма важны. Сейчас я стою в центре дома. Такие строились здесь в доисторические времена. В центре, вероятно, был очаг, а камни служили опорой для стропил. Венчало строение коническая крыша, скорее всего, крытая дрогом и камышами. Отсюда открывался великолепный вид на холмы. А вот этот ряд камней, видимо, был стеной загона, где люди держали свой драгоценный скот, коров и овец. Только подумайте о том, что эти камни – важная часть истории Дартмура. Они действительно были составляющими становления жизненного уклада тех, кто заселял эти места. В Дартмуре расположено крупнейшее в Южной Британии месторождение гранита, которое крестьяне веками использовали для своих построек. Алекс решил встретиться с Вилфом Хатчинсом и его артиллью каменщиков, специалистов по сухой кладке. Привет, Вилф. Привет, Алекс. Как поживаете? Рад встрече. Очень хорошо. Привет, парни. Чем же отличается сухая кладка, Вилф? Главное – правильно подобрать камни. Ясно. А это умение приходит только с опытом. Я сам начал трудиться еще ребенком на ферме. Навык, конечно, вырабатывается с годами. Видеть форму начинаешь лишь спустя время. И учишься подгонять камень. Ясно. Любой скажет положить один камень на другой. Но для чистой работы, чтобы получить красивую форму, прочность, ровные линии, за пять минут не научишься. Я сам еще учусь, а мне уже 60. Ясно. Билл с Джейсоном что-то застряли. А для меня найдется сегодня работка? Предостаточно. Отлично. Берись за дело и вперед. Кажется, он шатается. Шатается? Нужно закрепить, подложить снизу обломок поменьше. Вот что мне нравится – грубая простота и скорость. Здесь не требуется изысков, только практичность. Это великолепный способ строительства. Этот сюда. Так сколько метров, например, такой стены хороший каменщик может выложить за день? Я думаю, мы можем сделать метров 10. 10 метров. Владелец земли приглашал людей и просил построить стену. Мужчины строили стены, а женщины подвозили в тачках камни. Ясно. Никак не уговорю свою жену. Так. Давайте сюда, я сдвину. В разных регионах страны каменные стены сильно различаются. Так положить он не слишком большой? Слишком. Некоторые стены строить проще, чем другие. Все зависит от размера, формы и типа местного камня. Когда камень плоский, стопоры и клиния, конечно, не нужны. Но если он круглый, его надо правильно уложить. В Эдвардианскую эпоху, конечно, не существовало техники безопасности. Скорее всего. Сюда надо побольше. Точно. Смотрится великолепно, правда? Превосходная работа, просто отличная. Спасибо. Посмотрим, как эта стена удержит скот. Пальцы не болят? На самом деле болят. Я бы сказал, они огрубели. Думаю, ваши... Вот. Ну, неплохо. Ни одного черного ногтя? Пока что нет. Мне очень понравилось. Я прекрасно провел день. Спасибо огромное, что разрешили поработать вместе с вами. Кое-чему научился. Ну, а теперь пора отправляться домой и поработать на заднем дворе. Определяемой географией и геологией окружающего ландшафта образ жизни фермеров не изменялся веками. Но начало 20 века ознаменовало возникновение в Дартмуре новой индустрии. С изобретением автомобилей и расширением сети железных дорог живописные вересковые пустоши впервые стали доступны для туристов. Владелец коллекционного автомобиля Айвен Джонс привез на отдых в Дартмур шропширского землевладельца Руперта Эктона и его жену Луизу, дочь Флоренс. Вон они! Да, это они! Руперту не терпится встретиться со своими бывшими арендаторами. Привет! Здравствуйте! Невероятно! Да уж, вы умеете появиться с помпой! Привет! Привет, Руфь! Руперт следует примеру предков, живших в Эдвардианскую эпоху, которые регулярно приезжали в Девон на выходные. Они также одними из первых в графстве приобрели автомобиль. Такая огромная штука, правда? Это автомобиль, мадам? Простите. Автомобиль! Это Роллс-Ройс, серебряный призрак. Кузов создан при участии фирмы Баркер. Такую можно было купить примерно за 1100 фунтов. Точно, то были огромные деньги. Для того времени очень большие. Для кого-нибудь вроде вас заработок за 10 лет. А затем надо было заплатить еще 5-6 сотен фирме Баркер за отделку кузова по вкусу заказчика. Только взгляните, какая красота! И почти никакого шума. Сидя на заднем сидении, кажется, будто катишься на тележке молочника. Неужели? Когда машина начинает движение, двигателя совсем не слышно. Хотя для фермеров той эпохи такая машина была не по карману, Алекс, Руфь и Питер не смогли отказать себе в удовольствии прокатиться в самом модном автомобиле того времени. Я бы хотела быть супербогатой дамой именно в Эдвардианскую эпоху. Да, конечно. А быстро она ездит, Айвен? На 105 километрах в час идет неплохо. А каков расход бензина на 100 километров? От 28 до 38 литров. Что удивительно, заправочные станции существовали уже в 1909 году. В этих местах их было довольно много, ведь сюда на прогулки приезжало много людей. Спрос. И рядом были вывески. Для лошадей и повозок. Так? Да. Погудите им, когда проедем мимо. С появлением автомобилей в сельской местности значительно прибавилось отдыхающих. И богатейшие члены общества той эпохи могли наслаждаться столь любимыми ими петниками. Разлей крюшон, дорогой. Кто хочет начать с Амаров? Какие огромные. Взгляните, какие клешни. Эдвардианский пикник почти сакральный ритуал. Когда думаешь о том времени, все эти детали сразу приходят на ум. Бесконечный пир под жарким летним небом в живописном месте. Я думаю, один из самых известных пикников того времени описан в книге «Ветер в Ивах». Там дядюшка Ред перечисляет все, что должно быть в корзине для пикника. Длинный-длинный список. С легкой руки таких авторов, как Кеннет Грэм, пикник в Эдвардианскую эпоху стал частью романтизированного образа британской сельской местности. По мере того, как все больше людей отправлялись в сельскую местность, чтобы отдохнуть от промышленных предприятий и городов, нетронутые просторы Дартмора становились все более популярным местом для любителей нового развлечения – пеших прогулок. Нам выпал просто чудесный день. Руперт мечтает отправиться в поход по пустошам. Вместе с Питером и Алексом они встретились с местным проводником Роджером Полом. И куда вы поведете нас сегодня? Мы отправимся в том направлении – к месту, называемому Кранмерский пруд. Оно находится в самой отдаленной части Дартмура. 15-16 километров ходьбы в любую сторону. Мы находимся на высоте около 550 метров. Через минуту подойдем к последнему озерцу на нашем пути. Вы не против такой прогулки, Руперт? Вовсе нет, она пойдет мне на пользу. Чтобы попасть к так называемому Кранмерскому пруду, приходится идти по достаточно нетвердой земле вересковых пустошей. Сейчас идти намного труднее, потому что приходится все время спускаться в низины, а потом подниматься. Торфинистая дартморская почва подобна гигантской губке. Ежегодно она поглощает более 2,5 метров осадков. Земля как будто движется, правда? Да, проседает под ногами. Только вообразите, каково здесь зимой. Она колышется вверх-вниз, как желе. Точно. Остановимся и посмотрим на это. Вроде бы сухо, но... Ну и ну. Здесь можно запросто провалиться. Но ведь сейчас здесь сухо. А есть какой-нибудь способ выбраться из болота, если провалишься? Надо распластаться. Так, именно. Если есть с собой рюкзак, нужно положить его перед собой. И потихоньку, держась, за него начинать выползать из болота. Ясно. Так и выбираться. Надо надеяться, что делать этого не придется. Со мной такое случилось только раз. А другой способ пропустить вперед кого-нибудь другого. Точно. Я заметил, ты так и делаешь, Питер. Да. После часа ходьбы наши герои, наконец, прибыли к цели своей прогулки, которая была сложна даже для самых смелых людей того времени. А вот и он. Вот он, Кранмерский пруд. Посмотрим, удастся ли открыть этот ящик. Хотя воды уже тут давно нет, этот отдаленный неприметный участок пустоши продолжал привлекать путешественников. В 1954 году именно здесь зародилась знаменитая игра в почтовые ящики, вид ориентирования ныне популярный по всему миру. Люди клали сюда открытку, адресовали ее себе или кому-то из родственников. Вот как. Затем сюда приходил кто-то другой, забирал открытку и отправлял ее по почте. Это доказательство того, что человек тут побывал. В те времена, как и сейчас, считается, что это одно из самых глухих мест в Британии. А вот и журнал. Можете расписаться. Ясно. Это регистрационный журнал? Да. А вот печать. Доказательство того, что мы здесь побывали. Открытки есть? Покажи. Вот несколько. Можем послать их Руфи. Давай. Так мы докажем, что провели весь день не в пабе. Пришли бутербродов. Ну вот, готово. А долго приходилось ждать отсюда открытку? Я бы сказал, сравнительно недолго. Если взглянуть на первые записи в этой книге, они датированы 1905 годом, видно, что за год это место посетили 600-700 человек. А через три года это число увеличилось до 2000. Ого. Существует запись, она сделана в первые же два месяца, оставленная французом. Он положил сюда открытку со своим французским адресом. Ну вот. Готово. Можно класть в коробку. Следующий путешественник должен их нам отправить. Будем надеяться. Точно. Вы поведете нас назад? Или нам самим добираться? Он посмотрит, чему мы научились. Точно. А есть более короткий путь обратно? Скоро нашим героям придется возвращаться в долину. Но у них осталось еще одно важное дело. С окончанием сезона стрижки в Дартмуре начался белый прилив. Когда-то сотни фермеров-овцеводов перегоняли свои отары на летний выпас на пастбище в пустошах. Эта традиция ежегодных перемещений уходит корнями в средние века. Гони! Гони! Ко мне! С помощью Кенни и его собак, Вага и Роя, Алекс и Питер присоединились к последним фермерам, все еще следующим древней традиции, Патрику Коукеру и его семье. Насколько я знаю, в моей семье перегоняли овец наверх где-то с середины 19 века. Неужели? Да, очень давно. Мы просто следуем этой традиции. Но, думаю, наша семья единственная, в которой это принято. Правда? Да. Поскольку вы делаете это каждый год, некоторые овцы уже знают дорогу. Несомненно, как только оказываются на этой дороге, они сами бегут куда надо. Это же их летние каникулы. Ко мне! Ко мне! Ко мне! Вы их подготовили к жизни на пустоши, а с ними точно ничего не случится за эти два месяца? Ничего. Они не нагуляют жира. Зато наберутся здоровья, а это главное. Они утратят эту закалку, если перестать выпускать их сюда. А мы в это время можем заняться другой работой, заготовкой сена, силоса. Да и фермер может отдохнуть, это тоже важно. Верно. Овцы пробудут на высокогорьях Дартмура до самой осени, а потом снова вернутся на свои фермы в долине. Отогнать овец в Дартмур – это еще не значит, что о них можно тут же забыть. С ними оставались пастухи, убедиться, что овцы приспособились к новой обстановке. Только поглядите, как тут красиво. Солнце садится, встает луна, а вокруг вас – древний Дартмур. Пользуясь свободным вечером в Дартмуре, Руфи решила приготовить пирог с ягнятиной – традиционное блюдо западных графств. Дартмурские овцы едят дартмурскую траву, все эти чудные растения. Их пища очень отличается от того, чем кормятся животные в долинах. И это придает их мясу особый аромат. Поскольку на пустошах нет деревьев, в Эдвардианскую эпоху люди разводили костры, разжигая высушенный торф – полуразложившиеся остатки растений, тысячелетиями откладывавшиеся в болотах. Конечно, в наше время добыча торфа в Дартмуре запрещена. Этот торф мы привезли из Шотландии, но в Эдвардианскую эпоху на этих пустошах обычно жгли торф. Еда, приготовленная на таком костре, приобретала особенный вкус. В наше время принято считать, что вкус еды зависит от ингредиентов. В своем роде это совершенно уникальная составная часть. Мне так нравится запах торфа. Похоже на запах виски. Точнее, на тот дымный аромат, которым обладает напиток. Сейчас приготовлю пирог. Я не собираюсь использовать ни масло, ни жир. Топленые сливки лучше всего впитывают запахи. Если оставить в холодильнике молоко или сливки в открытой посуде рядом с чесноком, луком или лимоном, молочные продукты впитают эти запахи. Запах торфяного дыма не исключение. Знающие путешественники той эпохи всегда заказывали в Дартмуре чай со сливками. Потому что в Дартмуре сливки нагревали на слабом огне, куда подбрасывали торф. Просто с ума сойти. Правда. Поглядите на этот ряд камней. Здесь проходила древняя дорога. И несомненно, что этот обелиск играл какую-то роль в праздновании летнего солнцестояния. Здесь священное место, где исполнялись ритуалы. И, конечно, в Эдвардианскую эпоху широко обсуждалось, что же именно могло тут происходить. Сэр Артур Конан Дойль, написавший «Собаку Баскервилли», всю жизнь интересовался этими вещами. Он очень много писал о демонах и друидах, населяющих пустоши. Я смешиваю зелень и приправы со сливками. А теперь просто укладываю все слоями. В местах, где готовили на торфе, мясо практически не жарили. В основном тушили на медленном огне. Готовили что-то вроде ирландского рагу. Местная кухня – это напоминание о местных фермерских традициях и местном топливе. Ого! Сказка! Еще кусочек. Горячо. Великолепное место, правда? Мы за миллион километров от Моруэлхэнки, правда? Для меня этот каменный ряд и монумент интереснее всего. Вспомните повесть Конан Дойля. Хьюго Баскервилли положил глаз на юную деревенскую девушку и захотел забрать ее к себе. Он похитил ее и запер в башне. Пока она сидела там, он устроил для своих друзей пир, буйное празднество. А потом слуга доложил, что девушка сбежала. Юга, конечно, вскочил на коня, погнался за ней, скакал по болоту. Его друзья решили последовать за ним. Спустя время они нашли Баскервилли. Над ним, раздирая мужчине горло, стояла черная собака. И, конечно, все это происходило возле такого стоячего камня. Руфь? Да. Пони подержишь? Я уезжаю. Это жуткое место. Далее в Эдвардианской ферме. Картофельный дождь. Наступил июль. Время уборки картофеля. Наши герои привлекают дешевую рабочую силу. Давайте, давайте. У меня грязь в ботинки набилась. Быстрее, здесь надо закончить до вечера. А потом придет время заслуженного отдыха на море. В Эдвардианском стиле. Ну же, идем, идем. Программа к показу подготовлена компанией SDI Media. Перевод Екатерины Родионовой. Текст читал Роман Антонович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова